Хвала Всевышнему и Всемогущему Аллаху, который является дающим пропитание и обладателем всех благ. Нет божества, кроме единого Аллаха, у которого нет сотоварищей. Ему принадлежит власть и хвала. Он способен на каждую вещь. О Аллах! Благослови и приветствуй нашего господина Мухаммада, его чистое семейство, его избранных и чистых сподвижников, да будет доволенными Аллах, и одарит их величием бренного мира и степенью потустороннего, а также и нас, о милосердные из милосердных. Нет ничего, что заслуживает нашей любви больше, чем Всевышний Аллах, который создал нас из ничего, без примера и прообраза, и даровал нам благословение. Любовь – это последствия знаний. Степень познания человеком о всемогуществе и воле Аллаха, о его прекрасных именах и возвышенности, и о его благах, которыми он, совершенный, одаривает своих рабов, является степенью его любви к Всевышнему Аллаху. И любовь верующего неполноценна, пока он не полюбит Аллаха и его посланника, больше всего сущего. Аллах, Всесильный и Всемогущий, говорит своему посланнику, обращаясь к нам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скажи, если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретённые вами имущества, торговля, застоя, в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, его посланник и борьба на его пути, то ждите, пока Аллах не придётся своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей. Всевышний в этом аяте указывает на тех, кто купился на мирской и полюбил его больше, чем Аллаха и его посланника, миром и благословением. А что бывает, когда раб любит своего Господа, Всевышнего и Пречистого от недостатков? Аллах говорит в Коране Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Или подобные Аллаху и любят их так же, как должны любить Аллаха, но верующие любят Аллаха сильнее». Однако верующие любят Аллаха сильнее. Любовь и знания взаимосвязаны. У кого увеличиваются знания, у того увеличивается и любовь к Всевышнему. И познание Аллаха достигается через правильное размышление и созерцание слов Аллаха и его посланника, и от искреннего обращения к нему, стоя у дверей его щедрости и милости, через то, что он предписал в своих законах, и размышляя о величии его имен и качеств, воли и всемогущества, и задумываясь о его творениях, возвышая тем самым их Создателя. Так что, если размышления об Аллахе становятся правильными, если его горизонты расширяются, то любовь к Аллаху увеличивается. И это обязательно влечет за собой приумножение познания Аллаха, что приведет к еще большей любви к Нему. И чем больше любовь, тем больше поминания Аллаха. А поминание приближает к Аллаху и одаривает чистотой знаний, духовно очищает и приводит к размышлению о великом Создателе. Знания увеличиваются, укрепляются и становятся более обширными, и с расширением познания Аллаха любовь к Нему становится более обширной и сильной, пока Аллах и Его Посланник не станут более любимыми, чем все остальные. И чем больше у человека любви, тем больше зикра. Например, когда человек любит что-либо мирское, то он о нем постоянно упоминает. Аллах говорит в Коране. «Вспоминайте обо мне, и я буду поминать о вас. Благодарите меня, и не будьте неблагодарными мне». Итак, признак любви к Аллаху – это предпочитать его и его повеления, больше, чем любые другие повеления и низменные желания своего навса. Это и есть признак любви. А глубокое погружение в поминание и размышление – это явный признак любви. «Упоминается, что один из пророков мир ему попросил своего Господа, «Дай мне знамение, укажи на тех, кого ты любишь, чтобы я любил их, и на тех, кого ты не любишь, чтобы я не любил их». Тогда Всевышний ему ответил, «Если ты увидишь раба, любящего поминать меня, то знай, что я засвидетельствовал, что я люблю его. И когда ты увидишь раба, который не помнит обо мне, то знай, что я не люблю его». И Аллах дает мирские испытания тем, кого любит, и тем, кого не любит. Однако он дает религию только тем, кого любит. И воистину, любовь раба к Аллаху, могущественному и величественному, это его достоинство и честь, и средство для вечного счастья в этой жизни и в следующей. Поэтому давайте привяжем свои сердца любовью к Аллаху. И давайте подчиняться словам Аллаха, «Верующие любят Аллаха сильнее, чем язычники любят своих идолов». И верующие любят Аллаха сильнее, чем все люди вместе взятые, которые любят что-либо помимо Аллаха. Потому что это все проявление любви к созданным. Но наш долг – знать, что если верующий искренен, то его любовь к Аллаху сильнее, чем любовь всех этих людей ко всему, что они могут любить. И нам достаточно дышать сладким ветерком любви, благодаря которому мы можем понять секрет поста. Аллах, Пречистон и Возвышен, говорит в хадисе Кудси, «Мой раб оставляет свою еду, питье и страсти ради меня, пост ради меня, и я воздам за него». Итак, давайте увеличивать свою любовь к Аллаху и его посланнику посредством поста и укрепляться в намазе с любовью к Аллаху и его посланнику, миром и благословением Аллаха. Ибо чем больше познания Аллаха, тем больше любовь. Прошу Аллаха дать нам возможность познать его через чистоту мысли и поминания о его величии, да укрепит нас Аллах на его пути и сделает нас теми, кто понял суть любви к Аллаху, и пусть сделает нас и вас любящими и любимыми Аллахом. О Аллах, освободи наши сердца от того, чтобы быть привязанными к чему-либо помимо Тебя. О Аллах, благослови всех тех, кто распространяет дауат и поминает Тебя, и сделай нас теми, кто любят ради Тебя, ненавидят ради Тебя, дают ради Тебя и сторонятся ради Тебя. И нет никаких других целей, кроме Тебя и Твоего довольства, о милосердный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok